так коллеги ну что же начнем наш вебинар сегодня он будет посвящен обработке поверхности мы рассмотрим сегодня щетки для обработки поверхности абразивные диски пилки для лобзика и пилки для сабельных пил ну начнем мы с щеток в ассортименте макете макета присутствует щетки x-log это новинка 21 22 года щетки для уши им щетки для дрелей насадки для пыши им и полированные насадки для шлифмашин сначала разберемся с формами щеток какие они у нас бывают конусная щетка она у нас подходит для обработки поверхности в углах чашечная щетка подходит для обработки поверхности плоской и довольно таки большой по размерам дисковые щетки подходят для зачистки сварных швов и кистевые щетки подходят для обработки труб или каких-то отверстий потому что при работе щетинки щетки расширяются что позволяет вот качественно обработать такие труднодоступные места по форме щеток они у нас по материалу щеток они у нас бывает металлические ну там разные из металла из нержавейки латунированные нейлоновые щетки красного цвета это подходит для очистки краски легкой ржавчины но преимущество перед металлическими щетками у нейлоновых в том что они это делают более деликатно и также ими принципе можно обрабатывать любую поверхность то есть тут есть нюансы да если металлическая щетка и вы можете обрабатывать только металл по нержавеющей стали щетки вы можете использовать как по металлу так и по нержавейки латунированные щетки вы можете использовать для поверхностный сосад с остаточной влажностью также для дерева а вот то не луны щетки вы можете использовать принципе для всего они не ведут к образованию ржавчины вот красного цвета нейлоновые щетки они у нас более грубые и синие нейлоновые щетки они у нас используются уже для финишных работ они уже для такой более чистовой обработки также отмечу нюанс то что например поработав щеткой даже из нержавеющей стали если вы обработали металл то в дальнейшем применять ее по нержавейки уже нельзя так как на щетке останутся частички металла которые потом будут давать ржавчину уже на нержавейки новинка последнего времени это щетки с креплением x-log данные щетки подходят только для наших уши мак с креплением x-log то есть на обычные уши мки использовать не получится есть принципе все основные типы это чашечные конусные и дисковые разных диаметров с разной толщиной проволоки также есть с латунным покрытием стали у нержавеющей стали гофрированные которые подходят для более деликатной обработки поверхности с пучками проволоки которые уже для более жесткой обработки поверхности там если удалить какую-то ржавчину или старую краску и также толстые тонкие пучки они опять же различаются в деликатности обработки поверхности рассмотрим сначала щетки еще для уши креплением 14 начнем с чашечных в ассортименте присутствуют чашечные щетки с витой проволокой диаметрами от 60 до 100 миллиметров и толщиной проволоки 0 3 миллиметров чашечные щетки с латунным покрытием как я говорил ранее они позволяют работать по поверхности с остаточной влажностью то есть они не ржавеют диаметр от 60 до 100 миллиметров и толщина проволоки 3 миллиметра а чашечные щетки с пучками витой проволоки диаметры от 60 до 100 толщина проволоки 0 5 миллиметра уже для грубой обработки поверхности и также диаметры от 60 до 100 и с толщиной проволокой 0 5 это более такие толстые пучки а конусные щетки и дисковые щетки конусные щетки с витой проволокой диаметры от 100 диаметры 100 115 и толщина проволоки 3 миллиметра конусные щетки гофрированные диаметры 100 115 миллиметров и толщина 0 5 миллиметра дисковые щетки с витой проволокой 100 115 миллиметров толщина 0 3 миллиметра и также для ушем есть нейлоновые щетки диаметром 130 миллиметров с различной степенью жесткости ну как я уже говорил ранее эти щетки подходят для уже какой-то более мягкой обработки больше финишной также в ассортименте макета присутствуют щетки для дрелей нейлоновые щетки различные формы шлифовальные и полировальные и металлические щетки елоновые щетки шлифовальные полировальные и чашечные щетки а как я уже ранее говорил красный это у нас шлифовальные больше для обдирочных работ да и синего цвета у нас они полировали чашечные щетки диаметры 50 63 75 дисковые щетки диаметры 38 50 63 75 100 кистевые щетки диаметры 12 17 20 30 и дисковые щетки звезда такой интересной формы диаметры 100 миллиметров металлические щетки опять же разных типов разных диаметров чашечные щетки диаметрами от 38 до 80 дисковые щетки от 38 до 75 обычные кистевые щетки от 12 до 30 миллиметров диаметры чашечные щетки с латунным покрытием 50 75 миллиметров дисковые щетки с латунным покрытием от 38 до 100 и кистевые щетки с латунным покрытием от 12 до 30 миллиметров насадки для прямо шлифовальных машин опять же есть в нашем ассортименте различные насадки абразивные насадки диаметром 20 миллиметров и зернице 60 различные формы это цилиндрические и конические и также есть алмазные насадки более прочные диаметрами 14-22 миллиметра твердосплавные борфрезы ну основное их преимущество в том что по сравнению с обычными абразивными насадками у них скорость обработки примерно выше в 10 раз а слог а срок службы больше до 200 раз разные типы по форме и по насечке да то есть подходит для нержавейки для для стали для цветных металлов для каждого типа есть свой тип насечки стандартный который подходит для нержавеющей стали металла алмазные для нержавеющей стали и металла и для цветных металлов свой тип насечки также есть и немного остановлюсь подробнее по формам борфрез для чего они подходят самые первые у нас сверху это цилиндрические борфрезы они у нас предназначены для обработки плоских поверхностей и снятия заусердцев 2 это нас овальные борфрезы они у нас предназначены для обработки угловых швов и формованных деталей третье у нас параболические борфрезы с закругленными концами их в основном используют для тех же целей что и овальные с овальными головками то есть для обработки угловых швов параболические борфрезы с заостренными концами тут уже их используют для финишной обработки угловых швов и снятия фасок и последний это у нас конические борфрезы в основных применяют для зенкования и снятия фасок и обработки кромок данные борфрезы у нас идут в наборе по 10 штучек поэтому к сожалению по штучно купить их нельзя также у макеты довольно таки широкий ассортимент полировальных насадок поролоновые насадки подходят для обработки металлических и деревянных изделий поролоновые насадки потоньше они уже подходят для полировки в труднодоступных местах фетровые насадки подходят для удаления воска и насадки из овчины это уже такое финишное полирование для зеркального блеска также у нас в последнее время появились насадки для полировальных машин дпо различных моделей здесь два вида губок плоский и волнообразный особенности плоский губок то что у них полная контактная поверхность и они больше подходят для использования на каких-то таких больших плоских поверхностях а волнообразные они уже подходят например для полирования бамперов и пластика и у них особенность то что воздушный поток вот присутствует между подушкой и поверхностью различаются они по цвету оранжевые для удаления небольших царапин синие для отделочных работ черные для работ с восковым покрытием ну и насадки и шерсти это уже как я ранее говорил для полировки до зеркального блеска также все крепится на подошву вот хукан лук на липучке ну перейдем к абразивной обработки в ассортименте макеты у нас присутствуют абразивные диски диски x-log абразивные диски без основы шлифовальные отрезные для дисковых пил абразивные диски на основе это лепестковые диски и шлиф бумага сначала поговорим об абразивных дисках x-log ну основное их преимущество это скорость замены скорой замены выше примерно в пять раз также эти диски легко устанавливаются да вы просто надавливаете раздается щелчок то есть они фиксируются а для того чтобы их снять достаточно просто потянуть за рычаг специальный также преимущество можно отнести то что данные диски подходят не только под уши мки с креплением x-log но и также под обычные уши в отличие от щеток для обработки поверхности дать то есть те подходят только под крепление x-log а вот диски абразивные уже подходят под все виды уши мак ну в ассортименте макеты x-log пока не очень широко представлен вот у нас всего несколько дисков да это отрезные диски диаметрами 115 125 миллиметров и зернистостью а 60т толщина данных дисков 1 2 миллиметра и шлифовальные диски диаметрами 115 125 миллиметров и зернистостью а 36 п и толщиной диска 6 миллиметров шлифовальные диски у нас представлены шлифовальные дисками для стали с вогнутым центром диаметрами от 115 до 230 миллиметров и зернистостью а 36 п и для нержавеющей стали с вогнутым центром диаметрами 115 230 миллиметров и зернистостью 60т толщина данных дисков 6 миллиметров отрезные диски у нас представлены плоскими дисками для стали для нержавеющей стали и для аккумуляторного инструмента разные диаметры 115 до 230 и толщина дисков от 0 8 до 6 миллиметров для аккумуляторного инструмента диски потоньше как раз у нас недавно появилась новинка это е 108 77 данные диски у нас абразивные это отрезной абразивный диск для работы по нержавеющей стали и обычной стали вот диаметре 125 миллиметров зернистость с же z60 ю собственно говоря еще представлены в комплектации 12 штук поставляются в пластиковом кейсе преимущество данной новинки перед старыми дисками у которых была зернистость z60 то что у них увеличен ресурс работы на 25 процентов и примерно на 10-15 процентов увеличено количество резов от одного заряда так абразивные диски на основе началась представлены лепестковыми дисками фибровыми дисками и дисками из спинного абразива ну лепестковые диски они по сравнению с обычным абразивными дисками более деликатно обрабатывают поверхность и стираются более равномерно представлены они у нас для разных материалов то есть для стали для дерева для камня для нержавеющей стали для пластика разные диаметры от 150 до 180 миллиметров и зернец от 40 до 120 фибровые шлифовальные диски они у нас крепятся на такую тарелку пластиковую основные их преимущества перед абразивными дисками в том что площадь площадь контакта больше вот но опять же ими нельзя снимать например жавчину да потому что зерно забьется и диск испортится для этого лучше подходят другие диски вот о которых я расскажу чуть позже диаметры у фибровых дисков у нас 115 180 миллиметров и зернистость 24-80 ну и диски из спинного абразива их еще иногда называют коралловые диски вот как раз таки они идеально подходят для удаления ржавчины старой краски делают это максимально быстро и качественно плюс их в том что у них такая пористая структура как раз таки ржавчина не забивает и и проходит через нее поэтому этот диск не будет ухудшать своих свойств со временем они различаются у нас по степени износостойкости есть черные стандартные есть фиолетовые которые более износостойкие подходят для работы по стали и нержавеющей стали диаметра от 115 до 180 миллиметров и зернистость от 40 до 120 также еще дополню такую рекомендацию общую то что опять же дисками по нержавеющей стали можно работать и по обычной стали но дисками по обычной стали по нержавеющей стали работать нельзя так как нержавейка начнет ржаветь вот ну и опять же если вы диском поработали даже по нержавейке до взяли диск по нержавейке поработали по обычной стали то уже им по нержавейке работать нельзя так как она диски остаются вот частички стали которые потом при контакте с нержавейкой будут свистеть. В общем, нержавейка начнет ржаветь. По шлифбумаге я прям подробно так останавливаться не буду. У нас довольно-таки большой ассортимент. Я расскажу, наверное, про самые интересные моменты. Это про цвет кругов. На что это влияет? Красный это у нас подходит в основном для обработки железа и дерева. И более такие редкие, пользующиеся меньшим спросом. Но, возможно, из-за того, что просто мало кто знает, для чего они подходят. На них я поподробнее и остановлюсь. Значит, шлифовальные круги у нас желтого цвета есть. Два диаметра 150 и 80 мм. Разная зернистость от 60 до 1000. Эти у нас круги считаются универсальными. То есть они хорошо подходят для обработки пластика, снятия краски, лака. Даже подходят для работы по кузову автомобиля. И также можно им обрабатывать дерево, но как бы уже они меньше для этого подходят. Белого цвета у нас также диаметры от 125 и 150. Зернистость от 40 до 400. У данных кругов по сравнению с желтыми меньший диапазон работ. То есть они хорошо подходят для снятия краски и лака. Также ими допустимо работать по дереву и по пластику. И, наконец, черные наши круги. У них диаметр 180 мм. Зернистость от 24 до 150. Они подходят для работ по мрамору, гипсу и деревянным напольным покрытием. Вот это то, что бы хотелось именно осветить. Потому что, в принципе, красного цвета все знают. Там для чего. А вот уже с цветами другими начинаются вопросы. И перейдем к пилкам для сабельных пил и лобзиков. Сначала расскажу, из чего вообще у нас пильные полотна изготавливаются. Это высокоуглеродистая сталь. Подходит она для резки мягких материалов. ХСС или быстрорежущая сталь для резки твердых материалов. Биметалл. Это комбинация как раз-таки высокоуглеродистой и быстрорежущей стали. Подходит для резки твердых и мягких материалов. И твердосплавные у нас с твердосплавным наконечником. Подходит для резки разнообразных материалов. Ну, рассмотрим сначала пилки для сабельных пил. У нас есть пилки для древесины, для древесины с гвоздями, для металла. Также для различных материалов, для нержавеющей стали, для замороженных продуктов и для специального применения. Ну, обо всем сейчас расскажу более подробно. Весь ассортимент я озвучивать не буду. Я остановлюсь на самых популярных пилках в каждой линейке. Рассмотрим сначала пилки для дерева. Здесь у нас несколько серий. Это Basic, Fast, Clean. Рассмотрим сначала пилки Basic. Это самые такие, ну, как видно из названия, самые простые, самые базовые. Здесь у нас пользуется популярностью B168-63. Подходит для подрезки деревьев и резки древесины. Вот эти такие разные, разная длина зубьев, она обусловлена тем, что как раз таки вот это облегчает отвод стружки во время пиления. Длина у данной пилки 305 мм, зубов найдем 5. Также сразу отмечу, что влияет количество зубов. То есть, чем меньше зубьев у вас пил, более грубый, но быстрый. Чем зубов на дюйм больше, пил более чистый, но более долгий. И B168-13 предназначены для мягкой древесины. И ДСП. Длина 152 мм и 3 зуба на дюйм. Данные пилки у нас изготовлены из высокоуглеродистой стали. Пилки для дерева FAST. То есть, как видно из названия, эти пилки у нас предназначены для быстрого пропила. Полотно из высокоуглеродистой стали. Артикул B03-030. Подходит для толстой древесины до 300 мм. До 250 мм. Длина 300 мм. И толщина лезвия 1,25 мм. И зубов найдем здесь у нас 6. Ну, собственно говоря, толщина лезвия, она у нас влияет на толщину пропила. Вполне логично, да. То есть, если нужен тонкий пропил, берем более тонкую пилку. Если толстый пропил, да, с каким-то там твердым, твердыми породами дерева, более толстую пилку. Пилки для дерева клин уже изготовлены из биметалла. Тут уже у нас упор идет на более чистый рез. Соответственно, здесь уже можно наблюдать большее количество зубов на дюйм. Б-573-86 подходит для подрезки деревьев диаметром до 100 мм. Длина у данной пилки 225 мм. Толщина лезвия 0,9 мм. И зубов найдем 8,5 мм. Б-565-96 подходит для работы с ПВХ деревьем до 100 мм. Длина у данной пилки 190 мм. Толщина 0,6 мм. И зубов найдем здесь уже 15. То есть, это такой очень хороший чистый рез. Пилки для дерева и металла. Бэзик, линейки Бэзик, хэви, хэви с твердосплавными зубьями. Значит, линейка Бэзик у нас представлена полотнами из биметалла. Б-051-75 подходит для уже работы с древесиной с гвоздями, стекловолокну и пластику. Длина 152 мм. Толщина лезвия 1,25 мм. Зубов найдем 6. И Б-204-32 подходит также для работы с древесиной с гвоздями. Здесь толщина поменьше, 0,9 мм. Пилка покороче 100 мм. Зубов найдем также 6. Пилки для дерева хэви и хэви тси. То есть, они более прочные. Б-462-18 изготовлены из биметалла. Подходят для работы под древесиной с гвоздями. ДСП 10-175 мм. Длина в данной пилке 225 мм. Толщина 1,6 мм. Из зубов на дюйма 5-8. То есть, количество зубьев на дюйма не одинаковое. Оно колеблется. Сделано это для повышения эффективности и производительности во время пила. Полотно с твердосплавными зубьями у нас будет артикул B-432-78. Подходит для работы с древесиной с гвоздями. С ДСП уже более толстым 10-235 мм. Толщина у данной пилки 1,6 мм. Длина 305 мм. Из зубьев найдем 5-8. Ну и посмотрим видео небольшое. Преимущества пилок с твердосплавными зубьями. Преимущества пилок с твердосплавными зубьями. Преимущества пилок с твердосплавными зубьями. Собственно говоря, как видно из видео, в 30 раз выше срок службы данных пилок. Пилки для металла у нас представлены сериями Basic, Heavy, Heavy с твердосплавными напайками. Пилки для металла серии Basic, опять же самый популярный артикул и перечислю. Б 05-169 подходит для тонкого листового металла и труб 10-175 мм. Длина у данной пилки 152 мм и зубьев на дюйм 18. Б 204-10 подходит для толстого листового металла от 3 до 8 мм. И для труб от 10 до 100 мм. Длина у данной пилки 100 мм и зубьев на дюйм 14. И б 168-57 это подходит для металлических гибких труб, алюминия и пластикового от 5 до 10 мм. Все данные полотна изготовлены и у нас из биметалла. Да, длина пилки б 168-57, 305 мм и зубьев на дюйм от 10 до 14. Пилки для металла Heavy. Собственно говоря, тут артикулы не указаны. Ну, соответственно, тут у нас разные типы. Подходят для листового металла от 3 до 8 мм и труб до 250 мм. Длина данных пилок от 225-305 мм и зубьев на дюйм от 14 и 18. Для толстого листового металла от 2 до 10 мм и труб до 250 мм. Длина данных пилок у нас от 152 до 305 мм и зубьев на дюйм от 10-14. Да, эти пилки еще надо отметить, что у них более чистый рез за счет большего количества зубьев и также за счет того, что тут разное количество на дюйм. Пилки, которые подходят для толстого листового металла от 4 до 12 мм и труб до 250 мм, они у нас предназначены для быстрого реза. Длина данных пилок от 152-305 мм и зубьев на дюйм от 8 плюс 10. И пилки для листового металла от 3 до 8 мм и труб до 225 мм. Данные пилки у нас предназначены для фигурного реза, то есть они более тонкие. Длина у них от 225-305 мм и зубьев на дюйм 14 плюс 18. Пилки для металла с твердосплавными напайками подходят для толстого листового металла от 4 до 12 мм и труб до 250 мм. Разные длины от 100 до 305 мм, зубьев на дюйм 8. Ну и служат они намного дольше, чем пилки из биметалла. Пилки суперэкспресс. Ну, основная их фишка в том, фишка всей линейки, то что у данных пилок прогрессивный шаг зубьев. Что это вообще такое? В верхней части пилки зубьи более тонкие, и поэтому они обеспечивают четкую линию распиловки. А снизу у нас зубьи более толстые, что дает возможность быстро распилить толстые материалы. Вот, B05038 данная пилка подходит для чугуна и металла, пластика от 5 до 75 мм. Длина данной пилки 152 мм и зубьев на дюйм от 7 до 18. B05044 подходит для алюминия, пластика и древесины с гвоздями. Длина 152 мм и зубьев на дюйм от 6 до 11. И B05053 подходит для древесины, длина данной пилки 203 мм и зубьев на дюйм от 6 до 10. Также у Макиты есть специализированные пилки, которые, в принципе, редко где встретишь. Например, пилки для замороженных продуктов специально разработаны, подходят для льда. Замороженных продуктов толщина лезвия 1,2 мм, длина 228 до 305 мм и зубьев на дюйм от 3 до 10. Само полотно изготовлено из нержавеющей стали. Пилки для специального применения с сердославными зубьями. Тоже довольно-таки интересные пилки. Например, есть для листовой нержавеющей стали от 2 до 4 мм и труб до 150 мм и также стекловолокна. Длина данных пилок от 152 до 203 мм, зубьев на дюйм от 17. Есть пилки для мягкого кирпича и пористого бетона. Длина данных пилок от 305 до 455 мм и зубьев на дюйм от 2. И пилки предназначены для газобетона, чугуна и пенополиуретана длиной от 90 до 300 мм и зубьев на дюйм от 6. С пилками для сабельных пил на этом все. Перейдем к пилкам для лобзиков. Большой ассортимент разнообразный. Подходит для дерева, для твердого дерева, для металла и для специального применения. Опять же, про все пилки рассказывать не буду, только самые популярные. Но вначале я расскажу, какие у нас типы зубьев бывают у пил для лобзика. Вообще, по технологии изготовления у нас пилки для лобзика делятся на типы, скажем так, заточки зубьев. Точнее, вот так вот. Тип заточки зубьев делится на шлифованные зубья и фрезерованные. Особенность шлифованных зубьев в том, что у них низкая себестоимость. Подходит для общего применения и большой ресурс работы. Фрезерованные они более дорогие в производстве, но и обладают также более чистым резом. Бывают, значит, у нас шлифованные разведенные зубья. Это быстрый грубый рез. Фрезерованные разведенные зубья. Это также быстрый грубый рез, но он более чистый, чем, опять же, относительно шлифованных. Шлифованные волнообразные зубья. Это уже более чистый рез. И самый чистый рез – это фрезерованные заточенные зубья. Пилки серии Basic. Ну, здесь везде шлифованные разведенные зубья, то есть это быстрый грубый рез. Пилки для общего назначения А856-56 и 792-518-2. Для фигурного реза. Для фигурного реза у нас пилки более тонкие, более гибкие. Это А857-09. И для резки тонких материалов, соответственно, данные пилки у нас тоже довольно-таки тонкие. Это А856-62 и А856-78. Пилки для дерева Fast. Соответственно, это быстрый рез. Ориентация на него. Но здесь он уже более чистый, чем, например, у серии Basic. То есть здесь уже используются фрезерованные разведенные зубья. Для быстрого реза это А852-32 и А865-77. Для быстрого и глубокого реза это А863-09 и А856-84. И для быстрого и фигурного реза более тонкая пилка это А856-90. Пилки для дерева клин. Здесь, соответственно, во главу угла ставится уже чистый рез. Соответственно, здесь уже фрезерованные заточенные зубья. То есть тот тип зуба, который обеспечивает наиболее чистый рез. Для быстрых финишных работ это А865-83. Общего назначения, скажем так, универсальный. Это А857-93, А863-15. Для резки фанеры быстрых финишных работ это А856-28, А792-691-8. Для резки тонких материалов есть пилки. Это артикул А862-90 для финишных работ А856-40. И для фигурного реза А804-00. Для пилки для твердого дерева. Для резки жесткого пластика шпонные фанеры. Вот здесь довольно-таки интересная пилка. Это пилка с обратным зубом. Для чего вообще она нужна? То есть, опять же, нюанс всех пилок с обратным зубом. То, что при работе с ним лобзик нужно лучше прижимать, потому что он начинает больше прыгать. Для чего нужен обратный зуб? Обычно мы переворачиваем лицевой поверхностью вниз и работаем. Когда у нас нет возможности перевернуть заготовку, по которой мы работаем, например, при установке раковины на столешницу вот как раз подходит обратный зуб. То есть, мы работаем ему с лицевой стороны, и нам важно, чтобы с лицевой стороны был такой, ну, нормальный чистый рез. Значит, А857-15 это вот пилка с обратным зубом. А803-91 также подходит для жесткого пластика, шпона и фанеры. Но здесь уже зубы стандартные. Также у нас есть пилки для жесткого пластика, твердого дерева и мягкой стали, А857-65 и А857-71. И для ламината и ламинированных панелей. Вот опять же, тут есть пилка с нюансом, да, B109-70, да, там есть такой вот небольшой как бы крюк на конце. Нужно это, например, чтобы запиливаться в заготовке из середины, да, когда вам это нужно. Вот как раз этот крючок такой облегчает данное действие. Это B109-70, артикул. И уже более стандартные, да, это B109-86 и B318-87. Пилки для металла. А здесь используются шлифованные волнообразные зубья, чтобы пил был нормальный, да, то есть заготовка из железа не в украинке. Края выглядели нормально, да, то есть шлифованные волнообразные зубья обеспечивают более чистый рез. Для резки тонкого листового металла и мягкой стали это А857-37. Для резки листового металла средней толщины А857-43. Для резки очень тонкого металла А857-59 и А857-87. Для очень тонкого металла труб алюминия и пластика. Это B104-31. Для металла средней толщины труб профлиста алюминия B104-47 для мягкой стали пластика тонкого листового металла это B104-53. Да, все вышеперечисленные пилки у нас изготовлены из быстрой режущей стали. А вот пилка для сэндвич-панелей и дерева с гвоздями здесь уже она изготовлена из биметалла это B104-69. Также есть в ассортименте пилки для специального применения это для пластика. Пилка изготовлена из быстрой режущей стали А857-21. Фрезерованные заточенные зубья используются. То есть быстрый пропил и довольно-таки чистый. И для резины А804-16 для гипсокартона и цементно-волокнистых плит B06-890 и B06-909. Здесь везде используются твердо-славные зубья. Ну, на этом все. Коллеги, спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Запись вебинара потом будет выложена на сетевом диске. Ссылку я вам отправлю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok